Всем привет! Рад приветствовать снова на своем канале. Блокировка YouTube в России и отключение монетизации массовое тоже в России. Главный вопрос, который у меня сегодня и вчера задают в комментариях. Буду ли я оставаться на YouTube, если его заблокируют на территории России, если отключат монетизацию и так далее. Некоторые подписчики уже беспокоятся, что уже все заблокировано, хейтеры радуются и так далее. Но готов вас всех обнадежить, что все пока что хорошо. Я вышел, грубо говоря, с такой новостью, поэтому, пожалуйста, заочно, заранее поставьте мне пальчики вверх ваши, оцените, пожалуйста, мою работу. Напишите комментарий, возможно, есть кто-то блогер, поделитесь своими ситуациями. Ну и, конечно, подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны. Здесь у нас очень много разнообразного контента. Ну а мы начнем. Я немножко изучил информацию, пообщался со своими знакомыми, друзьями, блогерами, да, посмотрел каналы, которые основаны людьми, которые разбираются, да, в YouTube, разбираются вот в этой всей структуре, как это работает, и, по крайней мере, они следят за этими новостями, и уже больше меня знают. В общем, технологические каналы, да, один из таких, как Канаден, да. Вот, что хочу сказать. Действительно, такая ситуация была, что в статистике канала 5 числа, по-моему, по 6 или по 7, по-моему, один или два дня, короче, с 5 числа, апреля 2023 года, серая полоса, и стоит ноль заработок. А я объясняю сразу, что у меня аккаунт создан, Аценс аккаунт создан в Турции. Счет прикреплен турецкого банка, Аценс на турецкие, получается, реквизиты, имя, паспорт и так далее. В общем, все документы, все турецкое. Второй момент. Канал у меня тоже создан в Турции. В описании, в разделе о канале тоже эта информация указана. В настройках канала тоже указано. Это, во-первых, это сразу, чтобы дать понять, что у меня канал, грубо говоря, не российский, да, как бы создан, скажем так, и находится на территории вот здесь, да, но канал, по сути, можно выбирать страну. Это сделано больше, знаете, для оптимизации канала, для вот такой, все вот это приблуда. Нужно всегда разграничивать YouTube канал и Аценс, да. YouTube канал это вот такая машина, которая помогает, да, продвигаться, там, выкладывать контент свой и, естественно, там, на нем зарабатывать, если у вас есть монетизация. Дальше денежки поступают с YouTube на такой агрегатор, назовем, да, Аценс называется. И уже Аценс, ну, с него отправляют деньги на счет блогера. С марта 2022 года на территории России создавать новый Аценс, как мы уже знаем, нельзя в связи с санкциями, да, американскими. Также те, у кого были уже созданы до санкций аккаунты Аценс, они работают, но к ним нельзя подключать новые каналы, если у вас другие аккаунты в Google, то есть, если у вас на одном аккаунте Google есть пять каналов, вы сможете подключить. Если вы создаете новый аккаунт, то уже не получится подключить к своей учетной записи, которая создана была когда-то в России до санкций. Вот, это я разъясняю тем, вот, да, кому, во-первых, интересно, на-вторых, кто очень сильно переживает за блогеров, как же теперь жить-то нам. Что касательно меня, у меня монетизация, грубо говоря, появилась буквально с 28 марта, я от нее никогда не зависел, я пришел на YouTube так официально, да, уже год, когда уже были санкции, я все понимал, во что и так далее, и я ничего не получал, да, никакого дохода с монетизацией, поэтому меня это лично никак не смущает. Следующий момент. Действительно, серая полоса присутствует. Я на нее даже не обратил внимания, потому что в статистике каждые 24 часа идет обновление счета, который рекламный, да, вот, там отображается за сутки, сколько вы заработали, и общий счет, грубо говоря. Он обновлялся, ничего не было, вот, поэтому я даже не обратил, в принципе, внимания на это, если честно. Я написал Инне Судаковой, она с Бариусом, у нее тоже канал, в общем, мы пообщались, и у них тоже на этих числах было, они это заметили, но начиная, по-моему, с 8 или с 9 числа, сегодня, по-моему, у нас 10 апреля, вот, все опять, так сказать, пошло. Но счет обновлялся, вот, я так подозреваю, что это был просто какой-то сглюк. Начнем с того, что у Инны Аценз и канал создан в России до санкций, у меня канал создан на территории Турции, указана Турция, и Аценз полностью турецкий, со всеми счетами турецкими, куда с Ацензу приходят, так сказать, рекламные деньги. Второй момент у Мариуса, эстонский аккаунт полностью, вот, и канал создан в Эстонии, и такая же ситуация. То есть здесь какие-то глобальные обновления, происходящие на YouTube, которые регулярно, обновление алгоритмов, еще чего-то происходит. Также с, по-моему, то ли 5, то ли с 8 апреля, и также с конца, с 29, по-моему, марта 2023 года, были обновления условий в Ацензе. Там, знаете, поправки и внесены такие пункты, что заблокировать Аценз, куда приходят с YouTube деньги, Аценз отправляют уже блогерам, да, могут по разным причинам, и их добавилось еще несколько. Во-первых, если в реквизитах указаны, куда отправлять деньги под санкционных банков, у нас в России их достаточно много, такие как Сбербанк и так далее. Потом, еще момент, нарушения никто не отменял, могут тоже блокировать, если какие-то контент, знаете, нарушающие законы, правила и так далее, тоже могут заблокировать Аценз. В общем, очень много вот этих пунктов. Они, в принципе, были и до, вот, ну и также вот сейчас прописано то, что территории, естественно, да, вот под санкционные, тоже, естественно, не могут создать аккаунт, Ацензы вести, если там что-то, ну, короче, деньги на, грубо говоря, под санкционные банки не приходят. Это было уже изначально, просто каждый раз пополняется список этих банков, вводятся новые санкции, да, против российских банков. Теперь, с, буквально недели назад, наверное, я узнал, что Райфайзен, у куда сейчас, у большинства блогеров из России, приходят на российские счета, потому что нельзя создать аккаунт Аценз в России и, допустим, счет прикрепить какой-нибудь турецкий, американский и так далее. Где создан аккаунт, в какой стране, и там должен быть банковский счет. Вот, также очень важно, что если, если Аценз у вас, допустим, есть и у вашего друга, и у вас используется один банковский счет на двоих, то тоже могут заблокировать Аценз. Вот. Я веду это к чему? Что, во-первых, причин очень много. Шумиха развелась, это, наверное, из-за того, что вот несколько блогеров кто-то опубликовал, и я склоняюсь к тому, что у них были подсанкционные банки, и у них заблокировали. Вот, в том числе, сейчас, я думаю, в самое ближайшее время, у кого Райфайзен банк, который использует для вывода на территории России, да, с российских Аценз на Райфайзен, тоже будут блокировать. Также Украина ввела против Райфайзена и унесла его список каких-то там террористических банков и терапии. Ну, вот, грубо говоря, своими словами, да, насколько я узнал с технологических каналов информацию. Вот, но это никак не влияет. Но самое главное то, что Райфайзен продает здесь свой бизнес банковский, и Сбербанк покупает Райфайзен, и, соответственно, деньги поступать уже не смог, потому что Сбербанк находится под санкциями. Сколько это займет времени, когда Сбербанк, да, грубо говоря, поглотит, либо станет, так сказать, дочеркой, да, Райфайзен станет дочеркой, дочерней компанией Сбербанк, неизвестно. Может, завтра, может, поздно, завтра, может, через год. Вот, сколько это занимает процесс, знают, наверное, только основатели банка. Вот, нам это неизвестно. Вот, под итог, если сделать, да, под итог, это, на мой взгляд, пообщавшись со всеми блогерами с разных стран, с разными аккаунтами, вот, это был какой-то технологический либо сбой, либо, скорее всего, это алгоритм. Обновлялись, потому что буквально месяц-полтора назад такая же история серая на два дня была с просмотром. То есть просмотры идут, на видео ты их видишь, а в статистике серая зона появляется, столбик такой, ну, типа, знаете, статистика не отображается. Буквально через два дня она уже опять обновилась, потому что статистика на Ютубе, какая бы она ни была, обновляется каждые 48 часов. Вот, кто блогер, в принципе, это знает, полностью обновляется, я имею в виду. Вот, поэтому все происходит с задержкой, и, может, в связи с этим что-то и было. Вот, по поводу блокировки Ютуб, я только слышал, что какая-то китайская делегация приехала, что, типа, будут постепенно пробовать там вот эти маршруты, устраивать блокировки и так далее. Никаких официальных заявлений не было. Наперед смотреть, знаете, мы не можем. Может вообще все, что угодно произойти, но, знаете, Инс тоже блокировали. В итоге, вы знаете, все сидят и никому это не мешает. Поэтому тут уже, ну, что мы сделаем? Если заблокируют, ну, или заблокируют. Будем как-то работать либо на других площадках, либо, так же, как и в Инс, да, заходить при помощи различных программ. Вот, в этом смысле ничего нового. Вот, я думаю, даже блогеры начнут больше зарабатывать, потому что зрители будут заходить через приложения, всем известные, да, на Букове, и будут смотреть из других стран, и, соответственно, им будет показываться реклама, и блогеры начнут больше зарабатывать. Наверное, даже плюсов больше, чем минусов. Потому что с территории России меня, например, смотрят 75%, 70-75, зависит от месяца. То есть, грубо говоря, 1,4 часть, да, всего лишь монетизируется, а остальное не монетизируется. При том, что просмотры не такие большие. Поэтому не надо наводить панику. Ни у кого ничего не блокируют. По крайней мере, пока что. За мой канал можно вообще не переживать, потому что и канал стоит, страна Турция. И самое главное, это Аценз. Понимаете, Аценз создан в Турции на турецкие данные, и прикреплен турецкий банк. Вот, поэтому Турция у нас, насколько мы знаем, да, ни под какие санкции не попадает. За меня переживать не стоит. Те, кто на территории России, могу посоветовать, исходя вот из данных опять мною, проанализированных и просмотренных сейчас на Ютубе, поговорив с друзьями, я советую таким блогерам, которых на территории России, у которых до сих пор, допустим, Райфайзен прикреплен, да, готовьте, что скоро этой возможности не будет. Но есть хорошая новость, что Тинькофф опять объявил то, что он снимает ограничения для физических лиц на входящие переводы по SWIFT-платежам. Вот, по ИБАНу, по SWIFT-платежам и так далее. Напоминаю, что Тинькофф не входит, банк Тинькофф, да, не входит под санкции американские, и, соответственно, можно будет получать снова на Тинькофф для физических лиц, счета все, все открыто, вот. Раньше был шорох, что 200 долларов берут, тоже многие возмущались, даже если вы 100 долларов там получили, вас все 100 долларов заберут, а вот как бы еще должны мне остаться. Теперь они отменили эту, скажем так, оплошность, да, свою, вернулись к старой схеме, и, грубо говоря, теперь можно выводить, и будет не на Райфайзен, а на Тинькофф банк, причем в долларах, потому что на Райфайзен все приходит в долларах, но он автоматически конвертирует в рубли по очень невыгодному курсу, в принципе, процентов 20, наверное, отличается курс, теряется заработок еще, вот. Поэтому будьте вот к этому готовы, что вам придется поменять банк блогерам, кто вот, да, получает в России на российский счет, потому что, ну, нельзя создать аккаунт в Турции и прикрепить российский банк. Такой возможности нету. Ну, это, к примеру, так же и других стран. Так что это был глобальный, в принципе, сбой. Эстония, Россия, Турция у всех статистика вот так отобразилась, и в связи с этим люди начали паниковать, блогеры начали паниковать, наверное, кто-то снимает видео, рассказывает, что все в России, все заканчивается, плюс вот эта делегация, приехавшая из Китая, всем тоже шороху навела, да. Я считаю, что если бы хотели YouTube заблокировать, это сделали как с Enstoys, запрещенной социальной сетью в России, да, так же бы точно взяли и заблокировали. Вот. За один день, за два дня, то есть никто до осени бы это не тянул, поймите. Уж точно. Вот. Но в крайнем случае, у меня есть мой канал на Дзене. Если что, никто не отменял выпуск моих видео на той площадке. Подписывайтесь, ссылки все на мои соцсети в описании, либо в описании канала, либо в описании под этим видео. Обязательно подпишитесь на всякий случай. Вот. Никаких глобальных блокировок пока что нету. Ни от Сенсов, ни YouTube, ни каналов. Соблюдайте правила, помните. Читайте обновления условий. Принимайте эти условия. Вот. И тогда у вас все будет работать. Вот. Если какие-то новости, знаете, в каждую минуту, каждый час, каждый день могут появляться какие-то новости, да, о блокировках. Если что-то будет, если я что-то узнаю, я вам сообщу. За меня можете не переживать. У меня все. Зачипись. Просто информативное видео, кто очень сильно переживает. Всем спасибо за просмотр. Поставьте пальчики вверх. Не же лайки, подпишитесь на канал, напишите в комментариях. Возможно, у вас есть вопросы, на которые я смогу вам помочь ответить, да. Будем на связи. Пока.